Товарный знак Товарный знак — это средство, с помощью которого можно придать индивидуальность товару производимому, либо оказываем услуги фирмой, предприятиям каким-либо. Одним словом, закрепить за собой право на товарный знак — это означает придать какой-то знак качества, который бы помог увеличить даже статус или стоимость товара, либо улучшить статус услуги на рынке проходящем. Фирменное номинование, товарный знак. Здесь уже конкуренты научились больше подделывать, и поэтому здесь возникает очень много вопросов по поддельной продукции. Конечно же, мы товарный знак, зарегистрировав, получив на него право, мы не можем его закрыть на замок. Соответственно, его видят, им могут воспользоваться все кто угодно. И различные недобросовестные, скажем так, конкуренты начинают подделывать какие-либо товары и по более низким ценам предлагать на рынках наших. Конечно же, людям, которые приходят на рынок, более им подходят те товары, которые продаются по более низкой цене. И уже, несмотря на то, что плохое качество у товара, человек берет та, которая ему подходит по карману, скажем так. Любой товарный знак потребитель запоминает с чьих-то слов. Например, пришел он куда-то, ему рассказали о данном бренде. И придя уже, увидев на рынках два разных бренда, которые он знает, в первую очередь он возьмет его. И если же это будет некачественная продукция, в дальнейшем, конечно же, доверие, во-первых, пропадет к бренду, а во-вторых, у самого бренда, конечно же, понизится продажа в связи с тем, что уже будет нехорошая молва, скажем так, проходить. За защитой, за оспариванием своих прав в основном обращаются это уже более известные бренды, которые уже себя как-то зарекомендовали на рынках. В дальнейшем уже свой бренд защищают для того, чтобы статус все-таки оставался более высоким. Внесение сведений в реестр товарного знака — это гарантия защиты сил и средств, вложенных на раскрутку товара или услуги, откопирование вашего успеха недобросовестными конкурентами. Регистрацией товарных знаков занимается Национальный институт интеллектуальной собственности. Он является экспертной организацией. Существует у нас несколько методов подачи заявки на регистрацию товарного знака. Можно непосредственно через электронную почту обратиться, можно непосредственно в канцелярию НИИС обратиться, а можно зарегистрировать также, оставив заявку посредством своего ЭЦП, электронной цифровой подписи. То есть это все сейчас более доступно стало. Вся информация полностью размещена на сайте Института интеллектуальной собственности, КАЗ-патент называется, где полностью пошагово там расписано, когда и можно каким образом зарегистрировать свой товарный знак. Экспертиза заявки, она проводится поэтапно. Это предварительная экспертиза, она в течение 10 дней делается. И полная экспертиза проводится в течение 7 месяцев. Ранее данная услуга производилась в течение 9 месяцев, но в 2018 году были изменения внесены, и данную услугу сократили. Вся информация доступна на сайте и размещена. В нашей области также есть зарегистрированные товарные знаки, и с каждым годом количество их увеличивается. По данным, которые мы запросили в Национальном институте интеллектуальной собственности, за 2019 год около 30 товарных знаков было зарегистрировано на территории нашей области. То есть количество товарных знаков увеличивается, соответственно и вопросов по оспариванию своих прав на свои товарные знаки также увеличивается, и больше людей становится заинтересованными, обращаются к нам за защитой своих товарных знаков. Срок действия исключительного права действует в течение 10 лет, и также он в дальнейшем потом продлевается на те же самые 10 лет по заявке самого владельца товарного знака. Одним из индикаторов, по которым министерство является основным исполнителем, это защита интеллектуальной собственности. И вся работа нацелена на необходимые меры по улучшению позиций Республики Казахстан именно в данном направлении. В свою очередь, Департамент юстиции Северо-Казахстанской области также ведет огромную праворазъяснительную работу в данном направлении. Очень мы тесно сотрудничаем с Палатой предпринимателей Северо-Казахстанской области, с библиотеками, с музеями, с колледжами, с университетом и так далее. Разъясняем людям о своих правах, если это авторы, рассказываем, как они могут зарегистрировать свое авторское право, для чего им это необходимо. Также о товарных знаках рассказываем. Кроме того, огромное количество конкурсов организовывается. Вот в частности и Министерством юстиции проводится ежегодная акция «Контрафакт». В рамках данной акции призывают людей о том, чтобы не использовать контрафактную продукцию. Молодежь наша, чтобы поддерживала молодое поколение на эту инициативу. Также для них здесь предлагается создавать ролики по теме «Нет контрафакту». Эссе пишут дети. Значит, на тему интеллектуальной собственности «Модель государства 2050». Это вот в прошлом году, в 2019 году, по данной теме сначала прошел региональный этап. Здесь мы среди детей нашей области выбрали лучшую работу. И в дальнейшем на республику передали. И выиграла даже на республике. Это девушка с района Габита Мусрепова, Яна Корабельникова. Как победительница была приглашена в город Нур-Султан, где ей уже вице-министром были вручены грамота и планшет за участие в данном конкурсе. Детям мы об этом рассказываем, говорим и призываем, что у наших североказахстанцев и детей наших тоже есть огромный потенциал, который они бы могли показать в данных конкурсах, проявить себя. Также Институтом интеллектуальной собственности на ежегодной основе проводится конкурс «Шапогат». Здесь также имеется возможность показать себя как уже действующим изобретателям, которые получили и имеют патенты на свои изобретения, так и юным нашим дарованиям, которые могут себя проявить в данном конкурсе. Какие-то свои изобретения показать, вынести на конкурс, на обсуждение и также пройти в финал и поучаствовать в этом конкурсе дается возможность всем. Конечно, мы под защитой государства находимся, но, несмотря на это, огромное количество контрафактной продукции все-таки заполоняет наши рынки. Борьба ведется. Одним из особенностей является то, что именно органы юстиции здесь имеют возможность действовать только по заявлению самих правообладателей. То есть только в случае, если к нам непосредственно обращается сам правообладатель, прилагая все документы, показывая выписку из госреестра о том, что он действительно является правообладателем данного товарного знака. И в случаях поступления таких только жалоб мы имеем возможность выйти на проверки и привлекаем лиц к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака. За нарушение законодательства в данной сфере предусмотрена административная ответственность, гражданско-правовая и уголовная ответственность. За органами юстиции закреплена статья 158 за нарушение незаконного использования чужого товарного знака, а также товаров и услуг, сходных с ними до степени смешения. Смешанное — это когда, допустим, два товарных знака, а не, допустим, комбинированный товарный знак, где есть и словесное обозначение, и форма, допустим. И где-то в букве или в форме допускаются какие-то смешения, то есть где-то одна или две буквы разнятся между собой или по форме немножко разные. Вот это степень смешения. Сначала она предоставляется прообладателям экспертиза, которая говорит, что да, степень смешения имеется, там около 80% нужно, чтобы было. И в случаях, когда данная экспертиза имеется, мы уже также выходим на проведение проверок. В данном случае ведется огромная работа. Несмотря на проводимую праворазъяснительную работу, все равно такие факты имеются. В 2019 году было привлечено 10 лиц. По данной статье за незаконное использование товарных знаков нами. В случаях, когда сумма ущерба превышает более 2000 МРП, здесь уже все материалы по проводимой нами проверке мы передаем правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности. Для защиты интеллектуальной собственности проводится огромная работа нами. Поскольку объявлен мораторий на проведение проверок на субъектов микро- и макропредпринимательства, вся работа направлена на праворазъяснение. Разъясняем гражданам об их правах, о том, что действительно, во-первых, их здоровью в первую очередь вредит использование некачественной продукции, чтобы граждане больше внимания обращали действительно на качество предоставляемых услуг или продукцию, которую они хотят приобрести. Создаем брошюрки, в которых мы рассказываем о товарных знаках, что они собой представляют. Мы заинтересовываем людей, которые имеют свои какие-то фирмы, которые к нам обращаются, которые хотят зарегистрировать свой товарный знак. Мы рассказываем им о тех плюсах, которые они приобретут после того, как они зарегистрируют за собой право на данный товарный знак. Что имеется очень много спорных вопросов в дальнейшем, что если они зарегистрируют за собой право на товарный знак, то они уже могут быть уверены в том, что завтра уже возможность предоставится воспользоваться только им данным товарным знаком. Президентом нашей республики введен мораторий на проведение проверок с 1 января 2020 года по 2023 год на проведение проверок именно микро- и макропредпринимательства. В отношении среднего и крупного предпринимательства у нас все-таки есть возможность проведения проверок и в случае обращения к нам правообладателей, в случае подтверждения статуса субъекта среднего или крупного предпринимательства у ответчика, то, соответственно, мы уже, у правонарушителя вернее, то мы будем выходить все-таки на проверки. В первую очередь мы всегда говорим о том, что продукцию нужно покупать все-таки более качественно, обращать на качество, на стоимость продукции. Редактор субтитров А.Семкин